Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний день на языке церковного устава именуется Богоявлением. Это означает, что мы празднуем явление Бога миру, явление Бога роду человеческому. Известно также из Священного Писания Ветхого Завета, что Бог являлся праведником и в Ветхом Завете. Но совершенно особым образом Он является на берегу реки Иордана, открывая этим явлением Новый Завет. Он дает нам ведение, знание того, что Бог есть Троица. Мы слышим и читаем запечатленные в Евангелии слова, которые раздались в момент крещения Спасителя. «Ты, Иси, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы видим образ Спасителя, погружающегося в воды реки Иордан, второе лицо Святой Троицы. И Дух Божий в виде голубя, третье лицо Святой Троицы, присутствует при этом дивном явлении Бога рода человеческому. Совершенно особым образом Бог явил Себя в Сыне Своем. Трудно себе представить, как всемогущий Творец Вселенной нашим ограниченным умом, трудно представить, «Принял человеческую плоть, стал одним из нас. И не плоть знатного человека и властного, а самого и безвластного, самого как бы уязвимого с точки зрения безопасности человеческой. Но кто мог защитить Иисуса из Назарета? Никто. И ведь никто и не защитил. Он являет Себя, как человек, находившийся как бы на самом низу общественной лестницы, лишенный любой человеческой поддержки и любой человеческой силы. И, конечно, в этом величайший Божий замысел. Ведь Господь, несмотря на гонения и даже муки, страдания и крестную смерть, силой своего Божества не мог быть побежден ни людьми, ни дьяволом. И Он выходит великим победителем из этой миссии спасения, которую осуществил, явившись роду человеческому. Потому что Он – Бог, Он всемогущий. И именно явившись тогда на берегу реки Иордана, в образе скромного, обычного, бедного человека, Господь всем нам указывает на то, что любая человеческая сила – есть сила относительная. Единственная сила, имеющая абсолютное значение, то есть простирающаяся на все сферы не только человеческой жизни, но на все существование Вселенной, есть сила Божия. Но эта Божья сила не случайно явилась роду человеческому в лице, во плоти смиренного, бедного, скромного человека. Это действительно великий знак нам, всем. И это явление подтверждает другую истину, запечатленную в Слове Божьем. Не надейтеся на князя, на сына человеческого. В них же есть спасение. Подлинное спасение, то есть обладание полнотой жизни и бессмертия, являет нам только Бог. Вот и сегодня многие, кто опьянен успехами человеческого разума, те, кто высокомерно думают, что эти человеческие достижения полностью не спровергают идею Бога, этим людям, конечно, невозможно понять, но как и почему Бог пришел в этот мир, приняв образ слабого и уязвимого человека. Более того, этот слабый и уязвимый человек на протяжении всей своей земной жизни отрекается от того, чтобы опираться на какую-то человеческую или даже сверхчеловеческую силу, как предлагал спасителю дьявол во время искушения. В его лице была явлена рода человеческому. Природа божественная и человеческая. Эти две природы в одном лице Господа и Спасителя были явлены всему миру. День Богоявления учит нас очень многому. Он учит нас тому, что Господь, явивший Себя миру, в том числе и через Богоявление на реке Иордан, ведь никогда из этого мира не ушел, потому что ныне Он присутствует здесь своим Духом, Духом Святым. И то Богоявление, которое мы торжественно сегодня прославляем, оно ведь никогда не закончилось и не закончится, потому что Бог во Святом Духе вместе с нами. И осознание того факта, что Бог не оставил мира, не оставил рода человеческого, не оставил ни одного из нас, должно укреплять нас в вере и в благочестии, в желании благодарить Бога и молиться Ему, в стремлении жить по тому закону, который Господь принес в мир, потому что, следуя этому закону, человек только и может обрести полноту своей жизни или, выражаясь обычным языком, свое подлинное счастье. Сегодняшний день является нам действительно физическим присутствием Божественной благодати. Мы верим, что в освященной воде эта благодать присутствует. Мы вкушаем эту воду, мы окропляем ей наше жилище, мы сохраняем ее в своих домах и в тяжелые моменты жизни прикасаемся к ней и снова вкушаем ее, зная, что через это водное естество рядом с нами, буквально в наших руках, Божественная благодать. Пусть наша вера в Бога, Творца мира и всей вселенной, Бога, явившего себя во Иисусе Христе, Сыне Своем, Бога, дарующего нам великую свою силу через действия Святаго Духа, это вера, да будет несокрушимой и да помогает нам идти по жизненному пути. И есть только одно условие, чтобы этот путь завершился полным благополучием. Мы должны идти по этому пути так, как мы научены Господом. И пусть никакие человеческие соблазны, никакие ложные учения, никакая мода, никакие временные приходящие идеалы не сбивают нас с этого пути. Мы все это должны отвергать в том случае, если все это человеческое входит в противоречие с Божественным Законом. Но мы с благодарностью Богу должны принимать все человеческое, что, реализуясь, помогает нам укрепиться в вере, в благочестии, в мудрости и в силе, столь необходимыми для достойного прохождения жизненного пути. Да присутствует и да пребывает благодать Божия над всей Вселенной, над каждым из нас, да пусть благодать Господа, явленная на берегах Иордана, будет сопутствовать нам во все дни нашей жизни. И тогда вместе с Богом, вместе с Его силой, укрепляемой этой силой, мы достойно пройдем жизненный путь, но, что самое главное, мы достойно пересечем границу земной и вечной жизни и в надежде на милость Божию обретем и Божественное Царство, и жизнь вечную. Пусть сегодняшний день всех нас укрепляет в вере, в благочестии, в чистоте и в верности Господу, явившему свою милость нам в том числе и через явление самого себя на берегах Иордана, в голосе Отца, погружающемся в Иорданские воды теле Господа и Спасителя, и в действии Святаго Духа. Аминь. С праздником поздравляю вас. С праздником поздравляю вас.